Праздник летнего солнцестояния И силой жизни, которую мы иногда с нашими новыми технологиями, айпадами, айфонами забываем И тогда оказывается, что мы болеем, нам трудно жить Но все эти старые традиции, они как такой попутчик по жизни, который нам помогает это найти И это сохранить, и жить здорово и счастливо Мы сегодня утром набирали цветы в окраинах Витебска и чувствовали себя очень счастливо, очень едино с природой Лего, лего, лаи мана Таупиуа велгрей не крит Лего, лего Музыка Сегодня мы проводим очередное мероприятие проекта ЛЛБ-1072 «Даугай-Пелсивитепс. Культурное сотрудничество и развитие программы трансграничного сотрудничества». Это очередное мероприятие, которое мы проводим в парке имени Советской Армии на реновированной сцене. До этого мероприятия было уже достаточно много у нас встреч, направленных на взаимообмен, на культурное сотрудничество, на трансграничное распространение знаний о культуре и традициях латышского и белорусского народов. Первый такой большой проект и для наших коллег, и для нас. Но, имея в виду то, что мы работаем совместно очень долго, и у нас очень крепкие и тесные культурные связи, мы так, ну, смело идем вперед в рамках проекта. Мы провели у себя концерт, где выступала ваша Ливониха, и наша публика была очень довольна. Не отпускали коллектив. Результаты этого проекта уже видны и сегодня. Во-первых, это реновированная сцена, это и совместные концерты, поездки, обмен, общение. Это дружба между нашими народами. Я думаю, что это очень закономерное продолжение вообще всех наших отношений. Я не говорю уже об исторических, человеческих, родственных и прочих. То, что касается культуры, это серьезно. Это многолетний опыт, многолетняя дружба, многолетнее сотрудничество. Я даже и не ошибусь, наверное, лет 50, когда мы так тесно сотрудничаем. Город с городом. А это уже такой европейский уровень, такое серьезное экономически-культурное продолжение. Когда не просто общение, а когда не просто радостно и приятно слушать, смотреть, участвовать. А когда мы видим реальный совершенно, как мы говорим, сухой остаток. Конкретные вещи – это эстрада в Витебске, это костюмы, инструменты, ремонтные работы в Центре латышской культуры в Даугавпилсе. Ну и совместные мероприятия для наших зрителей, наших горожан. Субтитры создавал DimaTorzok Если мы эту культуру не вынесем в людях, тогда, конечно, всегда будут люди, которые этим будут заниматься. Но большинство массу просто забудет свои корни. И я думаю, это святое дело, что все делают в церкви культуры, потому что язык танца и песни понятны всем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Магическим венком зашитых от всех злых несчастья в жизни. Но обязательно надо вплести в венок девять разных цветков. Куполинка, куполинка, темная ножка, темная ножка, одежда твоя ножка, темная ножка. Магическим венком зашитых от всех злых несчастья в жизни. Магическим венком зашитых от всех злых несчастья в жизни. Магическим венком зашитых от всех злых несчастья в жизни. Вот эти проекты, финансируемые Европейским Союзом, именно направлены на развитие трансграничного распространения общения между жителями приграничных регионов. Я вижу, что тут огромный потенциал развития связи, как в культурной сфере, так и в сфере экономики, туризма, бизнеса. И мы видим, как много людей общаются, как они дружат, узнают друг друга получше. А сейчас будем плясать белорусские танцы! Магическим венком зашитых. Магическим венком зашитых. Я хотела пожелать не только своим коллегам, не только работникам культуры, так сказать, удачной работы в этом проекте, хорошего лета и хорошего праздника сегодня, но и всему городу Витебску. Друзья, эй! А где остальные? У нас же сейчас танцы будут! А что это он все поселил? Вот у нас так не принято. Так что давайте повторяем простые, незатейливые движения. Ваши амбудисменты и мы начинаем! И! Не слышу! Еще! Все вместе! Эй! Бородуславство! Смотри! Бородуславство! Давай, ребята! Бородуславство! Молодцы! Бородуславство! Бородуславство! И! Девушки, девушки, девушки! В жизни мужчины цветы. Денюшки! Когда структуры культурные начинают работать в каком-то проекте, они не могут остановиться. И когда проект подходит к концу, все говорят, «Боже мой, как это было трудно, как это было все сложно». Но когда он завершился, это как ребенок, которого ты выпускаешь в свет, и ты уже думаешь дальше, думаешь дальше, что ты будешь делать. И я думаю, что на этом не закончится наша проектная жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова